Да, это очень простая и одновременно очень сложная книга, потому что действительно так много в ней скрыто смыслов. И эту книгу невозможно прочитать, вот слава богу, на с выходных были, мне повезло, я не поехал на дачу, хотя бы не мотаю, вру. Но времени достаточно много для того, чтобы ее прожить. То есть, невозможно в один присест охватить все эти вещи, надо их продумывать, а мысли возникают много. Замечательная книга. Как она была создана? Вот Рэй Брэдбери с юности, с молодостью, с детства писал уже рассказики, стихи писал. Наконец добился того, что рассказы стали проявляться в журналах, и проблема была только одна. Это рассказы, а издатели требуют романов. А почему издатели требуют романов? Да потому что они лучше покупаются. И вот комплекс такой, видимо, у автора сложился. Нужна полноценная книга, полноценная книга, не книга рассказов отдельных, коротеньких, а большое произведение. И тогда нашелся человек, которого звали, вы не прочитали так, Уолтер и Брэдбери, издатель. И он предложил ему, а Сахетика, ты из своих рассказов, книгу. Уолтер Брэдбери, он был ни дядюшка, ни кузен, пишет Рэй. Рэй Дубин с Брэдбери, а однофамилия спроса-напросто, так совпало. Брэдбери задумался и буквально в один день набросал план этой книги из кучи рассказов. Много-то, но разрослась эта книга до невероятных размеров. И когда он принес этот план издателю, Уолтер и Брэдбери, так, а ты потряси-ка ее, выбрось все лишнее и оставь пробную половину. И вот, после этого, он часть рассказов написал специально для книги «Вино и Задуванчик». Часть, большая часть уже была написана ранее, в конце 40-х и в 50-е годы, в 57-м году книга появилась на свет. Плюс, он написал связки, начало-конец и связки между рассказами. Вот такая книга. Я долго разбирался в герструктуре, но сначала должен сказать, что у меня была книга в переводе Арама Аганяна. Вы в каком переводе, интересно, ее читали? Я читал Аганяна тоже. Аганяна, да? Я вот начал его читать и понимаю, что я не понимаю. Вот я все равно подумал. Что-то перевода зависло. Да. Потому что такая искрящаяся книга, а перевели хорошо, плохо, откуда я знаю. Да, я стал искать другой перевод. Перевод Кабалевской. Вот, да. А он уже существовал, он уже в 60-е годы был, этот перевод. Причем Эдварда, такое интересное имя, Эдварда Кабалевская, это супруга, помните композитора Дмитрия Кабалевского? Это его супруга. И, чтобы я купил еще, она была подругой Норы Гаев, нашей известной переводчицы. Ну, в частности, Экземперия, она переводила в многих других, очень известный человек. И этот перевод, он оказался понятнее, проще для первоначального восприятия. Я зацепился за него, а потом стал читать. Ну, прочитать тоже. Да. Я тоже готов. Ну, перевод лучше, невозможно написать. Я не читал каждую. А потом я стал читать просто по-другому. Я не мог удержаться, чтобы не сравнивать. У меня были обе книги. А потом я читал. Я не прочитал, так как сам. Нет, я читал лет пять назад. А, я не могу. Переводико Борисово здесь тоже. Серьезно. Причем, ну, что меня здесь еще смутило, да простите меня, Арам Аганин. Я думаю, что это хороший человек и замечательный переводчик. Я споткнулся за фразу, ноги спотыкаются. Я думаю, ну, как это ноги могут спотыкаются? Человеку спотыкаются, а не ноги. Ну, и вот это мне помешало даже читать по нему. Тут ноги, вот эти, вот эти, вот, царапающие. Но. А здесь вот все, здесь не аналог царапающего. Но, к чести этого перевода, как Витовичек и Леден, точнее просто. Вот он стремился к языковой точности. А Эдварда Кабаревская, к смысловой, переводил на русский язык просто. Вот как. То есть разные переводы. Есть плюсы здесь и здесь, есть минусы и тут, и тут. Ну, вот я сравнил. Что понравилось у Аганяна? А он проделал огромную работу, чтобы структурировать это издание. Ну, во-первых, здесь появилось еще предисловие самого Рэя Брэнгаря. Написано оно было в 74-м году только. У Кабаревской этого предисловия нету. Оно очень важно для понимания творческого метода самого Рэя Брэнгаря. Про что эта книга, как она написана была. Нету ли, да? Предисловия нету. А потом, ведь Рэя Брэнгаря отказался от названия глав. И это уже мешает. Там на самом деле много историй. Вам не мешает? Нет, конечно. А мне мешало. В этом есть смысл и есть. Он не мешал. Он не мешал, что это книга идей. И вот, эх, как я забегаю вперед. Ну, бог с ним. Вот у него есть замечательный рассказ. Вот в этой книжке. Он называется, сейчас скажу так. «Летние лужайки». И вот в этой части про «Летние лужайки». Помните? Газонокосилка. Репортер по имени Боб Косин. Тут дедушка просыпается. Радуется. Это обряд, который каждый год происходит. Если газонокосилка пошла, значит, настоящее лето уже наступило. Скорее всего, это репортеры есть и Фрэнгаря. Ну, как тут так вот? Возможно, тут хитро. А что там уже и дальше других еще появлялся? Появлялся репортер, да. Но, конечно же, Рей Брэйберли спрятан в мальчишке. В Дугласе. Он и в Дугласе. Дуглас – это же второе имя Рея Брэйберли. Он полностью Рей Дуглас Брэйберли. Но, конечно же, в разных рассказах разные герои главные. Да, вы же замечали. То Том там ведущий, то девушки, то старые девы, то кто-то еще. Полковник. Рей Брэйберли спрятан в мальчишке, да, Фрэнгаря, да, Фрэйберли. А про Ужаки-то вдруг оказалось, а супруга-то ей говорит, дедушка, бабушка, то есть. А ведь репортер-то, Билл, он придумал интересную штуку. Он газонную траву такую купил. Да. Не нужно будет больше. Да. Не нужно будет больше красить. Она такая замечательная, она не вырастает. Американин, все, не надо нам такого. Вот. Вот здесь он, аж на рот. А как у травы. Российский. И как удобно, и сорняк сквозь эти травы не проходит, и никаких обывальчиков не будет. Дедушка, как не будет обывальчиков? Это что же такое? И что, я никогда больше не слышу, как шумит газонная косилка? Да вы что, говорит он, надо уметь радоваться мелочам. Ведь это так здорово, когда газонная косилка жужжит. Это же счастье, практически. Можно я сразу еще разговариваю? Да, из-за того, как другая. Когда последнюю голову читалка, у бабушки там, ну у нее все было бардак, и она зрителями так глюла. Я понял, питаться надо же, чтобы было вкусно. Мы сейчас питаемся, сейчас это не вкусно. Ну просто питим, чтобы такое, и все. У тебя как будто гречка дает. Уже обрыднула по-моему. У меня легкий гвинс, а что-то другое. Более того, идея такая. Нам нужно столовку здесь, и там. И тренажер. И те, кто помещает. О, ладно, а с вами. И хром, и мы будем сняли тренажер. С столовкой делают очень вкусные вещи. Простые, но вкусные вещи. Что же будет делать смысл? Мы сами, что ли? Очень. Ольга Назаров. Но надо же, просто ее не место выделять, надо где-то. Думайте, подсказывайте. Потому что... На 4-ом этаже есть большое помещение. А? На 4-ом этаже есть большое помещение здесь. Вы ходите внутри. Ну поговорим. Добрый взамен встанк. То есть, это часть жизни. А мы едим, черте значи, то и как. Хорошо, как бы там помидоры сделали суперные, жизненькие, да? Какие вкусные. Ну, салат сделали, ну, как вы считаете, нормальный. Ну, салат, жар, не успеваем. А если какие-нибудь там каши, а если какие-нибудь даже суперные, а если какие-нибудь там уху сделать, добавить. Ведь, вот, ходишь по этим ресторанам и кафе вокруг. Единственное. Единственное, в халяне более-менее, что там, и то у них постоянно уже одно и то же. А можно сделать на самом деле там разнообразно. Вот я вот это цепил. Да? Ну, жить надо, чтобы и вкусно было, и интересно. Как полезно. А вот это Брэдерри, да? То пизду уходит. Но нужно бабушку найти. Бабушка найдется. Я сразу хочу, вот просто, я немножко получился опережение событий. Ничего страшного. Вот я хочу как раз зацепиться за этого газонкосильщика. И это связано с Брэдерри, с моими собственными воспоминаниями. Когда в июне косит корову, это такой аромат. Да. Когда вот корову косит. Это действительно наступило лето. Он говорит про газонкосильщики, но когда вручную ты ее косишь, там же ничего не шумит. Но по всей местности вот этот запах скошенной коровы есть. А у вас, у вас. Про Брэдерри добавлю. Значит, у него именно в книге про дуанчики, про том, что написано, что его отец учил. Ты говоришь, вдохни. С этим вдохом вдохни весь мир. Это вот, для меня это очень близко, потому что это воспоминание, как тополь цветет. Да, да. Так и выявится, это же без телек. Ну, это для меня. А вот в лоб, например, вот этот лоб без рук, мой товарищ. Он обожал косой, да, он. Мы когда в походе были, там, у нас были в деревне знакомые, для зеления. Я больше садился, там, чай пил, и так далее. Вова шел косить. Я не хожу, не косил. А он, да еще кто-то там, кто с кем вы ходили. В бакуум. В бакуум серьезно. Уметь, наверное, это приятно, да, он косил. Уметь надо? Он чувствуется? Да, конечно, да. Я косил. А ты должен пятую начать? Я косил. А все, в принципе, пятую надпием, что дали. Да, я косил. И, наверное, до сих пор умеет. Он нужна хорошая коса. Есть предложение всем на козьбу пойти. Следующее. Если есть как-то любопонимательство, можно за деньги брать. Надо все идеи записывать. Я помню крапиву на косине. Я большинку, но ваше. Садцем, ну, это бесплатно. Мы чем-то паницепали все это. И крапиву, и репенье. Чтобы это последнее. Ну, я знаю, что у генератора идеи нет. Ну, а я... Там еще дедушка говорит, «Вы молодые, лентяи. Вам бы поменьше времени затрачиваете. Да поменьше труда. Но ведь радость-то как раз в этом труде». Да? И почему я говорю, этот рассказ, он о творческой методе. А вот... Кажем, да? Можно попробовать, Сергей. Да. Потому что, как это здесь звучит, это мощная идея, как там про зрение, в том плане, что мир идет в упрощение. Мир идет к тому, что проект была большая машина, обрызгала, сорняки все упила, получили химическую пищу невкусную. Эту пищу мы едим, мы тоже тупее, не тупее. Мы даже больше живем, что интересно. Но неинтересно. Вот жить-то неинтересно. Поэтому, на самом деле, вот эти крупные хозяйства, они ни к чему. Мне кажется, должны быть... именно, так сказать, притек к этому. Небольшие хозяйства, чтобы люди работали. Ну, не знаю, я здесь... А что мы имеем? Знаменитые слова, бессмертные. Что за каша там теперь? Пластик. Да, да, да. Кинзат, запомните? Да, да, да. Пластик. Пластик, это правда. Пластик. Какой вы такой? Что молчу? Нет, нет, не молчите. Это очень даже хорошо. Сейчас я перестану говорить, вы будете говорить. То есть, для... Я сам учился немножко писать по этой книге. Теперь уже. Я сделал для себя открытие. Сейчас. Сейчас, да. То есть, вот, есть же какие-то обряды, привычные вещи, которые мы изо дня, две, из года в год утолняем, да? Вот сегодня я пришел сегодня же пятница. По пятницам я пригожу в Башингтон. С вами встречаюсь. Мне приятно. Знаешь, как вам... Завести книгу. Это обряд. Завести тетрадку. Это обряд, говорит Брэнгер. То есть, мы на две части. Это Дуглас говорит-то на самом деле, да? Или вот сегодня я забежал, поздравил в редакции нашу девочку Розави с днём рождения. Это тоже обряд. А вот кроме обрядов, каждый день у нас еще есть что-то новое. Открытие мы совершаем. Так надо уметь замечать эти открытия. Вот деление дня на две вот такие составляющие. Обряды, известные вещи и новые открытия. А ведь каждый день новые впечатления. Их надо успеть почувствовать, увидеть, услышать, потрогать. Запомнить потом, чтобы отложилось в вине для и задувальщиках, чтобы потом зимой можно было это вспомнить, записать, может быть. Вот это творческий метод. То есть, это на самом деле про книга, про гулки по воспоминаниям, а рассказчик это мальчишка, который спрятался в мужчине. Вот в этом вот авторе. Очаровательный детский взгляд и идеи простые очень. Вот Вячеслав Иванович говорил о мелочах. Да, а гуланщик для кого-то покажется невзрачной травкой. Но ведь мы придаем ему значение. Для нас это благородное растение. И на самом деле люди же сами придают значение каким-то вещам. незаметно вещам. Я себя помню маленьким. Мне ведь по лесне всегда нравились пластинки льда, которые пролизаны солнышком. И удивительные узоры. Я их собирал, складывал какие-то домики из снега. Для меня это были настоящие сокровища. А кто-то этого измечал. Ну, взрослые губы, мы становимся взрослыми, да, скучными, замутленными людьми, замутленными. И вот не успевая радоваться каким-то простым вещам, а Рей Брэдбери их нам показывают, и вдруг так тепло становится на душе после этого. Всего 20 рассказов я вас считал. Вот в этой книге. Плюс связки. Значит, и о каждом рассказе можно говорить отдельно. Значит, с какого начнем? Да. Можно вам такой вопрос? Я вот прочитал когда-то давно, и в памяти у меня осталось столько кроссовки, вот эти. Ух ты. потом осталось в памяти вот эта бабушка. Бабушка даже даже как она даже здесь никак не написано, как они с двухлосом ремонтируют крышу, и вот как она ладит. Все остальное мне налицело. Вот только что-то стало вспоминаться. Вот интересно другие, как он, кто раньше прочитал первый раз? Что осталось? У меня вот ощущение природы, как Павел воспринимал. После первого раза, да? После первого. Я помню, что мне аж люди текли. Я когда читала, эти куда-то слюни. Кажется, там все лучше все интереснее и интереснее. У меня сюжета никакого я не запомнила. Вот я сейчас перечитывала, мало что запомнила, но именно бесподобное описание. Бесподобное. Если Брэм будет критиковать, то как... Почему другой хочет перевод, как интересно он переводит. Потому что лучше невозможно описать. Может, вы на это не обратили внимание, конечно. Вы какие-то идеи, у меня это... это... А вы тоже обидели, И описание. Бесподобное. Я думаю, вот здесь вот приливой. А вот может быть там и не так. Борь, у тебя что, запомнили или как? Что тебе запомнилось? Да, вы же предложили. Язык бесподобный. Почему вы бы предложили? Язык бесподобный. Сейчас я вкратце расскажу свою историю. Распитание души. Я на самом деле виной задувающих именно вот это прочитал в 2012 году. До этого именно виной задувала женщина. Я читал другое. У меня была зеленая книга, как на столожении. Потом позже. Родители я нашел вот эту, вот эту вот потрепанную книжечку. Это вот о многом говорили внешний ветер. Но в 2012 году мы там получается где-то летом отдыхали. С нами были дети, которым в школе задали читать виной задувающих. То есть они читать в истории не захотели. Нам не усну, может, любви-другой закалывали. Хочется почитать. Эту книжку мы у них забрали. Напомню. И вот это первый раз прочитал. И именно первое впечатление вот этой переживаний впоследствии меня подтолкнули к тому, чтобы приобрести дачный участок. А, я прям обрагнувшую. Очень много критиков. Сейчас можно целую историю в этом писать. Я сейчас вам один кусочек главоприем. Я просто прочитаю, потому что цитирую я не смогу. Вы просто уже как бы сначала к этому рассказу о дедушке и газонокосилке. Я просто сейчас снова поймете, что именно у меня тогда произошло такое впечатление. Можно я сяду? То есть впоследствии дед же произносит вот эту речь своя этому журналисту. Ну, в общем, дед тут рассказывает, да, еще великое человеку, уводит его от людей и гордо заставляет попотеть и возвращается с небес на землю. И уж когда ты весь тут и никто тебе не мешает, хоть ненадолго остаешься наедине с самим собой и начинаешь думать один без посторонней помощи. Когда копаешься в саду, самое время пофилософствует. Никто об этом не догадывается, никто тебя не обвиняет, никто и не знает ничего, а ты становишься заправским философом, эдакий Платон среди пионов. Ну и дальше он пишет Семья Восполдинг Экс Квай сказала одна копая землю покопай все себя в душе. И вот тогда у меня эти слова произвели такое огромное впечатление, что я тоже записался садовый философ. Я проникся в этой идее. Туда на земле это действительно отвлекает тебя от мыслей. Позволяет от обычных мыслей оторваться от этого но позволяет покопаться в себе. От суеты города разобраться в себе. Проблемы, да. Там на самом на природе ты все забываешь. Вот вы такие важные вещи поднимаете, важные вопросы. Во-первых, я бы хотел покинуть, в 12-м году Умер Брэдбэй. Я помню, когда сообщение появилось, думаю, неужели он до сих пор был ушиб. А он уже прожил 91 год. Так вот, почему так долго прожил? Он устроен в виде красотон. он был позитивный человек. Он чудесно тоже хронистом был, да? Возможно, я вообще подробности не знаю. Потом, последние годы своей жизни он уже провел геноваридным местом. Но говорят, он был настолько позитивным человеком, этого никто не видел. По-моему, у него или инсульт был, или еще что-то вроде. народу. Ну да, если он был. Вот. А теперь вы заговорили о проблеме, противопоставлении цивилизации и природы. И человек, и природу его противопоставляются. Это конфликт. Помнишь, там, овраг? Вот, вот эта деталь такая сквозная в этой вещи. С одной стороны цивилизация, с другой стороны природа. Я читаю и удивляюсь, но ведь мы тоже частично природные общения человека. Но оказывается, мы можем себя отделить от природы. Природа – это вот все то, что цивилизации не принадлежит. И он, этот ребенок, герой, боялся того, что природа-то, она может захватить цивилизацию, мы все исчезли. А с другой стороны, он обожает природу, обожает этот мир. Отец его в самом первом рассказе, или мы наше называется «Озарение», привозит в лес. Для чего он его привозит? Оказывается, разные дни бывают. В один день ты только видишь, в другой только слышишь, в третий можешь почувствовать, а то был день особенный. Здесь мир можно было и увидеть, и услышать, и почувствовать, и что там еще, я какое-то чувство опустил, не вспомнил, и мальчишка приходит к мысли, что он понимает, что он живой. он живой, кто-то вот за ним стоит, кто-то приходит, и это не кто-нибудь, а глаза природы, природа на него смотрит. Он понимает, что он живой, и жалеет тех людей, которые это не прочувствовали, то, что они живы. Он смотрит на своего отца, и понимает, что, а отец вот тоже догадался, что до него дошло вот это вот. И что удивительно, потом связку дописывает после рассказа, ну, сейчас, Дрэнбер, он говорит, мне Рубус говорит, не о том, что удивляет, природа, она оказывается жилее, чем мы. Понимаете? Вот какие-то вот противоречимые такие мысли, идеи в этом рассказе. Да, Вячеслав Иванович? Я вообще могу сказать, отношения к этой мышке противоречимые. С одной стороны, они не понравились, честно сказать. А, с другой стороны, на самом деле, природа, масса идей, и так далее. Во-первых, все чужое. Вот я чувствую, для меня все чужое. Вот такое ощущение, что, ну, как бы, если бы я там жил, я бы спасил всех. Вот честное слово, это вот. И все эти люди, и все, когда... Во-первых, никто не работает. Почему же? Они же ремно делают. Ну, это, это у вас тут, естественно. А кто-то пишет. Да. Кто-то пишет, и не доходили, идиотеночка. То есть, вот, не мое, не наше. Я вспоминаю своего отца, похожие, похожие, послухи там. Вспоминаю своих, как уже свое отражение. И все другое. У нас, но российское там, кто-то пьяница, кто-то, и здесь тоже кто-то есть, это пьяница. Но все другое. У меня пропущение, чтобы он мне понравился, как это, мастерская этого художника, литератора. Вот он берет себе, вот цветок, и начинает, вот, листочек такой, листочек, а вот здесь вот края, так далее, это вред о смерти, а виски, и так далее. Вот он берет, он умеет, он всю жизнь записывал, как он сам говорит, слова и образы записывал. Ну, дело, довольно, как мне показалось, механически, он может любой взять, черный кадр, ты его описываешь, а вот, 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 это, мое мнение такое. Вот. И вся гришка, вообще, он одиночественный, как человек один, и кто тебя никогда не поддерживает, стараясь удержать, там, вот он, ты будешь, выслышать. Ну, это понятно. О смерти. О смерти, все, это вот, эти бабушки, кончаются, у нас же это нет, у нас бабушки на ходу помрут, и дедушки, или Павел, и заглебнулся, например, это, утонул, или переводится, или от болезни, потому что воевал, или Израиль, и так далее. А у них вот такое, как будто время заберло, и вот оно идет, 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 вот, неродное. Словно, что бы гениально, вот эти штучки вот, но неродное, ну совершенно неродное. И все вот эти изыски, я живу, нет, я не вспоминаю, у меня были такие же, это, день бесконечный, это у всех нам было, да? Да. Он садится, садится, ну видите, что-то, все, все правильно, молодец. Как же здорово. Да, как здорово. С этими теннисками, у меня тоже было, мне каждый год, это, дарили брусиновые туфли, легкие, или новые сандалии, я помню, запах сандалии. Да, ну идет даже, наш море сандалии. У нас море сандалии нужно. Киевых светов, красного. Мне в детстве дарили еще, машинки железные, запах, запах машинки. Вот, красками покрашены, эти. И, а каждый, это, начало зимы дарили сандки, деревянные сандки, на которые я на собак катался. Собак привязывал. И они как зимы расходывали все же. И вот это. Крыши тоже были с отцом, или с матерью, или с матерью. Отец, или с матерью, или с матерью. Крыши покрасили, поментировали. Правда, у нас не было такой благости. Меня гоняли все с муцегами, была работой, но иногда так, куда-нибудь спрятишься, отрешишься, например, такие штучки весили. А здесь решили, что все такие добрые, все другие. А мы все выживали, я все на свой лад, по-российски. И там, нет, какой-то умирающий мир, мне это показано. Я тоже не хотел там жить. Ну-ка, скажите. Почему вы умирающий? Если просят глаза на ребенка, он действительно не видит, что отец работает. Глазами ребенка. А мне, граждан, в вашей стране. Ну, он чувствуется, зеленый писатель, даже в возрасте, он просто вставляет слова, но, как он, кажется, и слов не может произнести. Может, это перевод такой, не знаю. Очень много, очень много рассуждений, которые, в принципе, он может чувствовать, да. Но, а таких слов, он даже... что он хочет изразить. А он осознательно-то не может. Не хочет. Только вы не заметили. Кто? Лена? Практически в каждом сюжете там идет только разговоры, идет эпизод взрослой, пожилой и дети. Нет, в середине, молодых таких вот. Почему? А это уже... А девушки, которые там, там ужасных есть, помните? Которые в обраке, которые в пирог, они чужие, они, кажется, абсолютно взаимо понимание взрослых и у детей. Вот мне это так показалось. Абсолютное взаимопонимание. Ну, вот... Мне, так сказать, ну... Ну, я как бы пытался даже разобраться. Я раз, два или три за эту книгу собрался, если честно. Но он, Рене Загуанчик, мне очень напомнил «Над пропастью воржи» как раз. А «Над пропастью воржи» мне чрезвычайно не понравилось. Чем? А там, что вот, во-первых, книга сама по главному посылу, она должна придавать этот вкус, запах детства и так далее. Но оно все пропитано англицизмом конкретно. Ну, смотри, точно. Да, да. То есть, ты... Ну, конечно, там его конкурсство писали. Ты другая цивилизация понятна. Ты читаешь? А мы все равно нам... Ты читаешь? Я даже не хотелось бы сейчас. Честное слово. Артем, что-то не говорю. Да. Ты читаешь, тебя как бы пытаются это донести, ну, и ты понимаешь, да? Ну, в чем смысл, главное. Но ты как бы не подчеркиваешь, тебя не возвращает это в детство. То есть, ну, с моей точки зрения, я как бы сейчас... Да, прекрасно. Я как бы сейчас и пришел как раз, чтобы, ну, здесь попытаться разобраться, в чем не так, в чем у меня, ну, не получается. Более того, я чувствую, вот если это был бы в Европе, Медвантин, или там, во Франции, а это вообще Америка, за фактической океанной. Это вообще как бы не люди, это какой-то другой мир, но совсем уж это далеко. Андрей Миталович, страна не возникла, только сейчас, но все это возникло. Я в фаршивке начал читать марсианские хроники, и там тоже пролетели космонавты, и совершенно другой мир, вот действительно такое впечатление, как будто мы где-то на Марсе. То есть, там совершенно другой мир, то есть, они другие просто. У них не было военных. Да. Мы были на Марсе. это воспоминание. У нас же есть, я сейчас подумал, прошу прощения, я фигурирую. Был на рынке, дали мне этот, дерганскую ленточку. Ну, признавали. Я привязал машины, а потом вдруг спрашиваю, о чем она говорит, я даже не знал, о чем она говорит. А потом мне говорят, ну как же, это же, вот, били кресты, хоркарберцант давали. А у меня, у деда, я вдруг вспомнил, это рассказывали, была целая простыняная, что бешена этими крестами. Все они говорят. И только я почувствовал, что это же, наверное, ровно. А до этого, до буквально, недели назад, я не знал, ну, какие-то эти ленты, о чем они, зачем. Это вот, потому что у нас в памяти, вот, сейчас вспомните, наши бабушки, дедушки, они все воевали, они поливали, кто-то потерял, а этот мир, который безбойен, они уже, извините, они уже, как в этом, возвратились, то есть, это, в свое благодетствие. Ясно, вот здесь совсем, извинили, индейцы все кончали и благодействовали на этих территориях. Сейчас мы испогнаем. У меня такой же вопрос, как Вардем, в чем другое, потому что, я не согласен, что войны не было, а вот возьмите, несенную ветру, там была страшная война, то есть, в чем отличие, а в чем, что тут скользает, какая страна, но они то, что у меня там почитали, но они другие, вот в чем другие, какое-то идеалистическое писание, вот, конечно же, да, они другие, я согласен, но, а в каком году происходит действие? 28-го года. 28-го года. Дело в том, что, это время было райское, аминь. А знаете, что произошло после 28-го года? В кризисе. Да, и Великой Депрессии. И это, конечно, ностальгия по тому, по той райской жизни, которая была для Великого Криста. На слово словите, это очень хорошо, что мы прочитали, да, мы их, хоть сейчас рассуждаем, мы их понимаем. Они нас же не понимают. Они вообще нас не понимают. Похоже, пока они и сами не пройдут войну, и смерть себе не поймут. Вот человек, который никогда не страдал вот таким образом, что близки теряется. Никто, что упал в пропасть и так далее, вот миллионами, извините, 30 миллионов погибло в войне. Вот практически 28-го года. В этой книге есть замечательный рассказ, который называется «Последний, самый последний». Про полковника Филлера, помните? Да. Машина времени. Да. Кто же? Один из мальчишек говорит, забыл его имя. Том. Кто? Том. Нет, не Том. Он Вудман. Как у Чарли? Чарли Вудман. Он говорит, я сейчас вам покажу машину времени. И приводит к древнему полковнику. Тот сидит в кресле, и ему нужны только наводящие вопросы. Да. И он начинает вспоминать. Он возвращается в прошлое. Увы, машина времени пока такая. Она может в прошлое отправиться, но в будущее не может. И вот, например, какая тема. А кто такой Чен 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 Чин Лин Су? Помните, нет? Помните. Да. Мальчишка говорит Чен Лин Су, и он тут же начинает вспоминать. А был такой иллюзионист, попс, шоумен. Он вообще-то американец, но себе китайское имя придумал. Придумал Чен Лин Су, и по-китайски даже с репортерами говорю через переводчика. Образ такой был. Он, у него один с боксом был, в ловле пули. У него страдали, он пули ларил. Да, да, да. Да. А в 1910 году не поймал. Ему выстрелили в лицо, и он скончался. Вот и это вспоминает полковник Филий. Потом вспоминает про Пауни Билла. Пауни Билла это товарищ Буффало Билла. А Буффало Билла наверняка вы знаете по песне Битлз. Знаете, нет, но босс. Это были два великих шоумена, которые ставили шоу в родители Запад, и часто вместе это делали. И вот тут-то он начинает спрашивать про гражданскую войну. Полковник, а вы помните? За кого воевали? Да. А он не помнит. А ты, скажите, а почему он не помнит? Спами чуть-чуть, метод? Он в войне никогда никто не воевал. Да, да, да. А он не хочет говорить за кого он воевал. Ему и тех, и тех жалко, и те, и те люди. Потому что в войнах никто не выигрывает на самом деле. Почему не выигрывает? Да. С Гитлером воевали, выиграли. Ну, это полковник Филии говорит. Потому что вы против фашизма, выиграли. Если вот так вот, то конечно. Да, то кто-то последует. Но лучше, чтобы воин вообще не было. Да, да, да. Но это идея такая. Да, характер войны не будет. Рождастся, рождастся. Рождастся, да. И только последний, кто проигрывает, тот просит пощадывания. Еще момент, да. Это он в Стройку, кроме его Сибири, там в Сибири живут в Сибири. Этот полковник один живет, эти две старые женщины, одни живут. Эта женщина, в которой все беседовало, одна живет. Вот это вот, понимаете, есть, не нашли. Не нашли. Ну ты, ну-ка. Нет, ну а есть машина счастья, а кто у нас здесь? Машина счастья. Это же все где жить, вот старики-то. Да. А больше, что меня, что нужно вообще нечего. А вы с друзьями согласны? Ну-ка. Там описывается одно себя. Ну-ка, ну-ка. Лео Ауфман. Изобретал машину счастья. Дуглас говорит, что было бы здорово придумать машину счастья. Он это слышит, садится на успех, рожает, забирает. Я не блон-то был молодой, я говорю по старикам, которые бросили, на успехах. Здесь у вас, Здесь у вас были какие-то родители, которые в городу там как раз проследуются. А что случается с этой машиной-то? Ну, он, он закрадает, и вот он явится. Тех, кто... Он почти уже разрушил свою семью. Тех, кто пользуются этой машиной, те вдруг становятся несчастными. Жена уже начинает... Потому что они умели радоваться до этого жизни, а теперь они понимают, что есть другая жизнь, которая для них недоступна, а хотелось бы подъедить Париж, и подносить какие-то платья, и все остальное, и вдруг они несчастны. Слава Богу, машина сгорает, да? А мне кажется, немножко я перебью другой подтекст, что главное счастье не в том, что надо куда-то стремиться или что-то там, мечтать, куда-то уехать, а счастье в этой повседневности, что дети играют, счастье в этой повседневности, что он любит эту семью. Я к этому веду. Он любит эту семью. Я сейчас не договорил вам зря. Ну, эти пронизм вообще везет, да? Да. А заканчивается этот рассказ чем? Ну, то, что он понял, что счастье давно придумали, то они до этого жены. Он понимает, что такое счастье, он показывает, как в окно дети там у него, да? Жена все так готовит. Вот она, семья. Я хочу возразить-то. Про семью эта книга, там семейная мысль-то, в общем-то, главная. А помните «Посиделки»? Есть такой рассказ «Посиделки», когда вечером вся семья, все родственники выходят, ведут разговоры, неважно о чем эти разговоры не запоминаются, но это так здорово, потому что вот в этом как раз счастье состоит. «Посиделки», 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 «Они не думают о всем обществе, о социализме, коронизме, о России». А вы, у меня другие рассказы есть. Я не знаю, но нет у него, у него нет этого опыта. Я не знаю, откуда это. Ну, опыт другой, это понятно, но то, что там есть общечеловеческие ценности, которые понятны и нам, и американцам, это тоже в общем-то. Да, они поданы таким образом, не совсем. Ну, поданы глазами ребенка. Ну, тяжело по крайней мере для восприятия. Мне тяжело, по крайней мере для восприятия. Ну, тут просто трудно говорить автору, ты больше так не пиши, пиши по-другому. Нет. Это его взгляд. Болото. Мы его поняли, что он шел, не видел, думал, лапа. Да. Я начинаю читать, не могу вообще оторваться, вот не могу оторваться. Каждое слово. Просто невозможно оторваться. Хотел просмотреть, интересную вспомнить. Не могу оторваться. Можно оторваться. Я не знаю, кто автор фантастического рассказывает, то есть тоже машину времени, но он говорит, что человек там заплатил, и он отправляет в счастливое время. И только он оказывается, когда молодой, жена тут ругается, тут дети лишаются, тут все крики, вопли, все противно, все плохо, и возвращают назад. А где же счастье? Оказывается, счастье есть вот это в братах, в кутербе. Я не знаю, как там. Можно брэд передожить. Не помню, часто сказать. Я требую это сказать. Да. Вот насчет все-таки людей. Вот я как-то все равно сравниваю детские рассказы про детей. Вот про Джулию «Разорное сердце», потом, значит, Марк Флэнна, другие дети. Вот у него дети, они какие-то немножко тонны, они чуть-чуть вложены немножко. То есть, причем они это все воспринимают настолько, как будто они что-то наглотались в каких-то вверхах. То есть, когда все это вот радужно, шикарно, прекрасно. То есть, вот это Ана про себя вот написала, по всему миру. «Разорное сердце» намного ближе к жизни, чем в том или в дугусе-то. Но мы тоже утерусно все было. Маринус там катается от радости, как я не знаю, что-то там. Да, да. Вина на билет, что-то там. Я в этом, что-то неестественное. Но интересное произведение читал. Там типа маленький ребенок, у него, ну и получается, мама ругает, причем сильно ругает, и, ну и вот он, типа хочет от этого уйти, перед ним появляется волшебная дверь. Он открывает и уходит. И выходит из этой двери уже школьник. Школьник, он там какое-то время проходит, у него там сессия туда-сюда, я опять его начинаю ругать, и, ну и вот он опять у него волшебная дверь появляется, когда какие-то неуслоды, он переходит, и как бы жизненный этап свой переходит. Но если с какими-то проблемами встречается, то есть там первая семья, первая сессия, первые 40 семей и так далее. И вот он, приказ, просто спал, я не помню, это вот сейчас просто вспомню. И вот он получается уже такой дрятлый старик, ну этот, уже все, он уже не может. И видит, что дверь, вот эта вот, она уже такая старенькая, старенькая, просыпная, уже все рассыпается. Он такой, ну мне интересно, что дальше? я тоже все типа, он открывает, и обратно вот в этого ребенка, обратно в этого ребенка маленького, который мама ругает, он возвращается. Ну то есть, ну и вот здесь вот как раз смысл-то в том, что как раз вот и такие вот неуслоды, без неуслод не бывает там, и счастья, без там всяких вот этих моментов не бывает, и светлых моментов. То есть смысл-то рассказывать об этом как раз. Да, я вспоминаю такую историю, ты реально, то ли паратию, то ли журнале, ну объявили, чтобы там, там мальчики, девочки, там 13-13-15 лет, писали о своих, как мне шутка, не помню. Вот она девочка, то ли 13 лет, то ли 15, пишет, значит, меня, значит, мама ругает, не пускает там гулять вечером, и так далее, и так далее. Я, значит, не ругаюсь, не скандал доходит, я как внутри радуюсь, что мной занимаются, я внутри понимаю, что это не нужно гулять вечером, ты, а вот, написал такое письмо, какое-то, нажимал там, куда-то интересное. Ну вообще, не теористь. Да, здесь не надо заниматься, кажется, плохо, он очень распускается. А эти, ну не за право, не гулять больше, он очень ходит в душегу. Еще хотел, Борис, что-то, да, вот что хочу сказать. Вот вы все тут немножко забываете, ну не забываете, что Рэдли, он все-таки писатель фантаст. Конечно, да. Он фантаст, и даже как он сам писал, если я напишу не фантастику, а фэнтези. Но эти вещи, я не могу назвать. Происведение, вот, если вы почитаете, допустим, его географию, с умой Брэдли, ну и вообще о жизни, на самом деле, американской, да не была она такой же прям легкой, радужной. Но вот это произведение показывает именно вот эти, его самые приятные воспоминания. Потому что, говорю, он и газеты продавал, и они были бедные. Он, кстати, даже образование не получил. Да, это да. Хотя, судя по его описанию, его родители, они работают. Я вот такую защиту, хочется сказать. Да, нет. А это, это, можно напомнить, вообще, он пророк. Ну, он, если человек, с какого-то, виноват, себе исполнил, он же пророк, он говорил, люди будут сидеть, лицелизор, там, сигнация, они будут, это будут, это будут, это будут ставиться, там уже будут взаимоотношения, более того, там, можно менять сюжет, это все, это все, уже есть, я не знаю, как говорится, про лицелизор. он, 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 один отчество, вот это. Он, получается, там, как раз написал, про раковину, Гухин, о том, что, сейчас это, современные, как раз, вот эти, наушники, которые беспроводные, о том, что книжки будут сжигать, вот эти пожары, книжки сжигать, да. Это, но, фашист, там, давнейшем. Потом, чтобы люди, по улице, не гуляли, у нас еще, слава богу, гуляем, но не так, чтобы, не совсем легкая жизнь у него была, несмотря, но в какой активности сохраняется, тема смерти, не очень важная, почему, потому что он часто это переживал, с самого детства. Там же в аннотации, по-моему, написано было, то, что он, я борюсь с этой смертью, там, ну, на протяжении всей жизни. И сестренка на его глазах, вот маленькую, дырла, когда он маленький был, да, поэтому, вот ночь у него связана с темой ужаса, страха, смерти, да, важнейшая от дня и солнца. И там еще одна из героиней, бабушка, которая умирает, по-моему, говорит, что тело, оно из ночи, а вот душа, она от солнца идет. И вот, заметьте, что тьма-то отступает, когда у него, когда все, вот, семья собирается вместе, когда они обсуждают какие-то проблемы, вот в этот момент, пишет Брэдбери, и рассказывает, рассказчик, Дуглс, тьма отступает, и она не страшна. Кто бы заметили, все мужчины курили. Есть такое. Собирище непонимали. Тогда еще не встречали. Счастье. Это да. Мужчины там курили. Это действительно. Я надеюсь, хорошие сигалы курили мужчины. Про российское счастье тогда. Я писал как-то рассказик про счастье. И ходил по улице, брал у всех интервью. Ну, как? Привязывался к людям. У мужчин спрашивают, те сразу мне дорогу показывают просто. Куда идти, где его искать. Для счастья. А вот, конечно, задумываются, и говорят, что такое счастье. И самый популярный ответ, они были такие. Счастье – это семья. Счастье, чтобы это дети не болели. Чтобы у мужа на работе все хорошо было. И вот, я спрашиваю у вас, все хорошо в семье? Сейчас, сейчас. Все ли у вас хорошо? Да? У них и с детьми все хорошо. Не болеют, развиваются интересно. В семье все замечательно. Я спрашиваю, а счастливы вы? И, знаете, ни одна не сказала, что счастливы. Знаете, можно? Скажу. Сейфинга. Да. Так вот, я читал второе интервью, то ли я статью, то, что сам Рейд Брейдбери очень любил общаться со стариками. Он говорит, вот они внутри, они могут дать совет, они могут рассказать, так сказать, посвятить прошлое. И вот, мне кажется, главная мысль этой книги это показать, что старики должны делиться с младшим поколением мудростью, а дети, ну, дарить им радость, чтобы, ну, чтобы старики были молоды в душе. Ну, типа такого. Прекрасно, Алексей, но там есть противоречие. Хорошо. Когда репортер Боб встречается с Элен, помните, со старухой 90-летней, 95-летней даже, то она говорит, старики только прикидываются мудрыми. А на самом деле, мудрость заключается в том, что вы понимаете, что ничего не знаем. Да, это в 17-летней мы все знали. В 25-м мы все знали. А вот, когда стали старыми, мы вдруг понимаем, что ничего не знаем. И от этого мир интересней. Именно поэтому интересно жить, говорит она. с другой стороны, с другой стороны, на самом деле, 20-летней, вот они стареют, но не мудряют. Да, да. Я одного знал, профессор, когда-то заботились с ними, что вы в своей жизни такой интересный, полезный. Вот если вы вешаешь командировку, ты приходи в организацию по 10 часов. Раньше не надо, потому что там все собирают, все, но больше, я не смог из него вытащить ничего такого мудрого, кроме этого. Поэтому то, что мы часто рассуждаем, мы учимся, мы до конца будем уже теперь рассуждать. Это хорошо. А когда все могут рассуждать, все мудрые, на самом деле, но для этого надо, эту мудрость учить. Да, да, да. Нужен опыт. Всю жизнь ждал, что придется мудрость, и придется мудрость. Мудрость пришел, а не с 7-го развит. Вы так бывали. Вы так бывали. С другой стороны, в году и не знаю, с 60-го, один оставишься. Ты не ощущаешь это? Точно. Это тоже есть в рассказе про лебедушку. Рассказ, помните? Она говорит, я дракон, в общем-то, старую, а внутри-то я лебедушкой до сих пор. Как-то с этим молодцом, добрый внутри. Да, мы понимаем, что добрый. человек себя юным чувствует все равно, даже если ему 95 лет. И вот еще про счастье-то я зря про мужиков ругался. У Дамира я своего товарища спросил, а что такое счастье? И он мне, у меня это было открытие, мне такие простые вещи сказали. Для меня это счастье, это когда я могу просто прописывать. Я удивился, но потом до меня дошло. Это я вспомнил, а у него почки больные. И для него это очень больно. Трудно это сделать просто-напросто. И вот на такие мелочи мы нечасто не обращаем внимания. Нужно сначала, чтобы была проблема, а потом, когда проблема пропадает, ты счастлив. Только этот момент. Возможно. И пропадает, а лишается. Да, но это правда тоже история. Это вот с Лёшей дело. Поехали мы то ли Пасху, то ли что-то было. Там много было, любите, что театрами наши друзья были. И значит, еще они маленькие были, Лёша, ну Лёша, может, побольше, а театрами меньше. Лёша купил иконку, не знаю, Святой Алексеем, ничего там. Вот он подходит и говорит, вот это моя защита. А тут Коля, прибегает, пятилетний Коля, и говорит, защита, любовь в душе. И убежал. Представляешь, ух ты, ух ты, и все. Ну, тоже открытие. Да я вот так вот мимо пробегая, сказал, говорит, Зима. Но ведь, это же принцип Брэдли как раз, да уметь замечать. Вот такие, казалось бы, незамысловатые, простые вещи, да, а сколько в них мудрости. Давайте, еще одна история, которая очень уж запомнилась, которая очень вам понравилась. Скажите, мы ее обсудим и будем завершать. Ну, там где, я не помню имя ее, женщина выкинула потом все свои вещи, которые... Не знаю, мне кажется, это такое надуманное произведение. А с другой стороны, знаете, по-моему, сейчас, по-моему, этих главных, у него есть такая статистика, собрать то, посчитать то, собрать то, и они там то. Ну, и другие, по-моему, конечно, это будет. Вот даже фантаст-писатель, это понятно делать, что это? Вот про эту бабушку. Она с сундуками своими не расставалась, потому что в них хранило воспоминания, прошлое, каждая вещичка, каждое платье с дорогими людьми было связано, с дорогим временем. И человек жил только в прошлом. Вы представляете? Настоящего-то не было у нее. И вот эти дети хулигары, противные, гадные, невоспитанные, они у нее украли дорогие вещи, и вдруг она поняла, что есть другие радости. Она же вот их мороженое не гостила, и вещи не украли. И вдруг она подумала, может быть, пора расстаться уже с этими вещами. Она же взялась, она же вспомнила, что она пополнила. И тут муж появился, а говорит, не спрашивайте меня, сам не остановишь. А что там дальше? Выводы? Ну, я вспомнила слова, как муж выдает. Ну, это советовала. И когда не будешь такой же. Какой-то дыр пистели. Вот я сиди, дожди, мне как-то чуть не ехать. У нас же нет таких, у нас же возможностей нет. Не работать. А на меня это поразило, то есть, мне это, как сказать, проявило впечатление. Я вдруг вспомнил себя, я тоже какое-то время, да, когда начались потери, то один уйдет из жизни, то другой. Я очень долго жил в прошлом, и это не отпускало. И для того, что жить сегодня, настоящим, нужно отстраниться. вообще-то грех, скажем так, и парностнави, и мусульманство, очень долго переживать, и слышно сильно. Бог, да, Бог взял Аллах, и грешил, значит, поплачь. Но ведь эта мудрость как раз и у Брэддэи. Да, да. Бабушка же говорит, ну все, я прожила, я насладилась многим. Так уж мне насладился и смерть, я же еще не пробовал эту вещь. Понимаете? Вот в Хилостоке. Ага, там как раз. Да. После смерти собралась не сражаться, с и прошившей. Он сказал, что если есть дети, если полонат просто... А, да, объясни, да. Это же мое продолжение. Вот он. А Бабушка, Дубус как раз говорит, да. Сбором, Стреискором мы увидимся там на улице. Позвали. Дубус как раз. Вот девочка опять плажет. Мои справляли же. Друзей позвали. И вышел Талгат, и все его дети, и так далее. А они песню певные, все куклы об эти сделали. Я вышел, вот Талгат, вот такой, вот такой, вот он родил вот этот прекрасный лузик мы закончим. Мы обсудили с вами ровно 4-5 историй из огромной... Я могу ли вы почитать? Да, я был вам еще и в этом этаже. А здесь я вот вспомнил, я здесь кометы себе делаю, вот здесь рассказываю, опять не смотришь. Если есть вангар, я рассказываю. Может кто-то не потерялся. Может кто-то не потерялся.